По инициативе городского депутата вновь прошла дискуссия по застройке центральной части столицы, где обсудили принятый в прошлом году мораторий. Он в первую очередь ограничивает высоту зданий, а норматив по количеству парковочных мест не менее 40% от числа квартир. Новые правила уже действуют, однако у горожан все еще есть вопросы. Тему продолжит Марьяна Кутукова. У жильцов этого желтого многоквартирного дома по Петра Алексеева в будущем появится в 10 раз больше соседей, чем раньше. На месте трех деревянных двухэтажек здесь намерены построить 14-этажную новостройку на 245 квартир. Хватит ли все места во дворе, чтобы и машину поставить, и оборудовать детскую площадку? Этот вопрос волнует горожан с прошлого года. В судебном порядке идут разбирательства. На самом деле данный проект при снижении этажности площадь не уменьшит. Как сообщили в мэрии, план застройки был утвержден до принятия моратория. Поэтому в новые правила он не вписывается. Однако сегодня застройщику рекомендовано снизить высоту дома до 10 этажей. Таких резонансных проблем в городе достаточно. Застройщики, принявшие участие в дискуссии, уверены, что горожане должны участвовать во всех публичных слушаниях, а не только те, где затрагиваются личные интересы. Когда застройщик уже приступил к разработке проекта, он уже не может пойти на попятны. Потому что часто строительство объекта осуществляется после сноса ветхого аварийного жилья. Экономическая выгода для застройщиков с принятием моратория в разы сокращается. Однако инициаторы новых правил ставят в приоритет комфорт горожан. Они перенасыщены кварталы и дворы. Результат таких законодательных инициатив требует времени. В прошлом году мы это серьезное нововведение приняли. Но нужно время, чтобы увидеть, что в городе в центральной части не планируется более серьезных объектов, которые будут нарушать уже принятый облик застройки, установившуюся плотность застройки. А больше у нас будут появляться скверов, зоны отдыха. К слову, первые примеры уже есть. В этом году на месте аварийного дома, где находился магазин «Нужные вещи», сделали парковку и строят новый сквер труженикам тыла. Также решена судьба Сталинки на Ленина, 27. Последний эскиз соответствует историческому облику города. По предварительным планам это будет шестиэтажный дом с административными помещениями на первом этаже.